Это огромный труд поистине, который охватывает полностью всю историю исполнительства на паяне в Казахстане. И там вначале, естественно, мы не можем в отрыве от российской школы, поэтому немножко там история, откуда вообще взялся паян, и как более древние, более первоначальные прообразы этого инструмента, это гармоника, и вот до гармоники кэншен и так далее. У нас в республике очень сильно сейчас начинает развиваться военное искусство, это мы видим, когда мы ездим по областям в республике, очень много в школах интересуется этим инструментом. Я считаю, что Заврея вообще сделала очень много, пусть она не исполнитель такого, вот прям всем известным, допустим, но она человек, который трудится вот в своем амплуа и достаточно результативный. Мы знаем, что она в прошлом году стала лучшим педагогом года. Это все непросто, ведь от Заврея не слышно и не видно вообще, чем она занимается, вот я лично столько лет ее знаю со студенческой лет, я не знаю, чем занимается в Заврея, но я вижу только результаты. Поэтому я поздравляю Заврею, Номит, Наймилай, Гербулах, всех боевиков, поздравляю за этим замечательным событием. Я желаю вам дальнейших успехов, пусть просветает ваше искусство баянное, оно никогда, всю жизнь в семье будет приниматься, естественно, такое хорошее искусство. Арахмед! АПЛОДИСМЕНТЫ Миллера Кобикевна, это мой декан факультета, декан народного факультета, мы с ней очень близко контактировали, до сих пор ее боюсь, до сих пор ее уважаю, до сих пор робость перед ней. И сегодня я хотел в этом отношении, конечно, обратиться к нашему старшему другу, она для нас Таршак называется, на курс, но старш училась, Заврея Смакова. Заврея Смакова, это был, просто я помню, по тем студенческим годам, когда мы где-то в футбол играли, где-то там бегали, где-то по девчонкам ходили, Заврея все время с баяном, все время занималась. Да, 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 единственное. И сегодня Миллера Кобикевна говорит, вот не видно, чем она занимается, она показывает результат, да? И вот эта вот мне академичность, то, что она стала таким академичным музыкантом, это, конечно, результат вот этих всех многих лет. И сегодня я и Арбулат, и Заврея, и всех авторов учебника хочу поблагодарить за этот труд. Это наша гордость тоже, этим мы будем гордиться. Спасибо вам огромное. Во Франции французский аккордеон, в Швеции мы постоянно слышим, в Германии разные виды гармоник, в Австрии штайриш гармоника и так далее. И, естественно, по своим возможностям этот инструмент был близок и казахскому народу. Недаром на протяжении всего периода развития, вот уже в середине 20 века, он по праву получил свое казахское название Сырнай. Вот это совершенно уникальный факт, и мы это, безусловно, отмечаем и радуемся этому, что Баян в Казахстане развивается постоянно и процветает. Мне хочется поздравить авторов этого издания с этим большим успехом, потому что уровень систематизации, всеобъемлющий, позволяет нам увидеть целостную картину этого явления. Если кто мою скромную персону не знает, я напомню, моя фамилия Владимир Демченко, я заведующий отделения Южно-Казахстанского колледжа, окончил Академию Гнесиных в 83-м году, являюсь лауреатом международного конкурса в Италии, почетным работником образования. И вот такое отношение к нам. Я до сих пор стараюсь держать инструмент в руках, что-то пытаться сочинить, и благодаря вот такому вниманию нас это подвигает, в том числе и к творчеству. Музыкальный инструмент, являющийся прообразом гармоники, был придуман в древние времена Китая. Он был сделан из бамбоковых трубочек. Этот духовой инструмент жители Поднебесной назвали шэм. Широко распространенные в странах Восточной Азии, эти музыкальные трубочники по-японски называются сё, на лаосском, хэм. Побывавший в Китае в 1740 году немецкий ученый Яган Вилли был в восторге в виде шэм. Благодаря ему инструмент получил распространение сначала в Германии, а потом и во всей Европе. Мы, Казак, Калышна, Баян Аспауы, отырлылы орта-асспа, төтмен есептеймен, интгген. Например, Татар-Калышн алатын боса, Баян Улту аспау облады. Казахстан Достойкий музык, мы в Холман-казах, консерваторе, консерваторе, в судьбе с адресоваться, есть вся мектеп. Амари Кашалбаев играл на гармоники. Это были, допустим, на ярмарках, а Кожунхан у Найпасов играл вот во время под ритм гармоники своими мышцами. И это вот, а в этом есть воспоминания Шара Женкула. Шара Женкула очень часто обращалась к ансамблям, к странам, которые аккомпанировали танцы. И там обязательно в составе ансамблей были аккаунтинисты. Большое вам спасибо, что уделили сегодня время, пришли на презентацию нашей книги. Ну, а здесь уже в ролике все о книге сказано. Я вот еще раз просто хочу поблагодарить. Вот все, мы, значит, вот вся команда, вот Галь Завенович не смог приехать, но вот этот ролик, он помог снять нам вот этот ролик. Я всех вас благодарю, желаю творческих успехов. У нас есть идея теперь выпустить эту книгу на русском языке и в дальнейшем. Спасибо всем, кто же отступали за теплые слова. Это целый труд, как бы, объемный, молодцы. Рахмет, рахмет, рахмет.